Доброе утро! Это все еще каждое утро на Муз-ТВ. Юля Плаксина, посмотрите. Это шедевр современного искусства. О май гэднес, серьезно? А почему я... У тебя на ушах очень красивые зеленые квадраты. Я специально подбирала, квадратнее не было. Спасибо, квадрат. Вот такой потрясающий, находчивый и, по его мнению, юморной Андрей Джолиев сегодня в этом кресле. Ай, как было сейчас больно. Кстати, знаешь, какой сегодня праздник? Ну давай. Я дам тебе наводку. Задам тебе три вопроса. Так. Что? Где? Когда? Кому? Пожалуйста, добавь. Куда? Сегодня? Так и что же за день? И все? Да. Да. Причем ты сейчас тоже попала в точку. Потому что... Я сейчас прочитаю. Я прям специально не поленюсь. О! Международный день вопросов! Да? Да? Серьезно? Да. Да? Да. Международный? День? День. А? Что? А, международный. Подожди. Who? Why? When? Когда? Спасибо. На этом международный день закончился. Мы вернулись в российский день вопросов. Сегодня у нас в гостях легенда. Сто процентов. Невероятно красивая. Да. Шикарная. Обаятельная. Как она поет? Привлекательно поет, а? Завораживающе поет. И ты знаешь, это вот заразительно. Ты вот слушаешь песни этого артиста, и ты понимаешь, что ты будешь это ходить, напевать еще долго и долго и долго и долго. И потом хватит уже, хватит уже. А она все равно крутится, и невозможно остановиться. Вместе? Давай. Сегодня у нас в гостях Оксана Пачева! Акулу куда дели, куда дели? А она сейчас будет. Здрасте. Здрасте. Бэйби-шак. Бэйби-шак. Рано, рано. Пока еще в процессе. Пока, ну, попозже ее споем. Ну, давай поговорим про твое каждое утро. Как оно начинается? Чаще всего мы с директором подходим на очередную стойку регистрации, и у нас спрашивают, в какой город вы летите? Мы такие, к черту подробности, планета какая? Вот так у нас обычно каждое утро и происходит. У нас сейчас прям дичайшая абсолютно востребованность. Это какое-то, мне кажется, даже в самые юные времена такого не было. А может быть и было, просто уже как-то и... По-другому... Забыла? У меня вот вопрос. Когда такой напряженный график? Что помогает сохранять энергию? Да ну ничего. Человеческий сон, позитивные эмоции, секс, любовь, объятия. Мы все прослушали, главное, чтобы... Я все слышал, человеческий сон. А может быть, путешествия какие-то возвращают энергию? Отнимают, наверное, больше. Больше? Потому что, да, ты постоянно в каком-то... Ну, как бы, знаешь, все эти соцсети, они же в любом случае обязывают. Как бы ты ни хотел... Как я здесь пляж, как у меня красиво. Как бы ты ни хотел, тебе нужно что-то делать, и ты заложник, в общем-то, своей профессии. Вот так. Ну и, в общем, да. И вот сейчас у меня скоро очень будет отпуск. Обычно это... Как это слово? Это как... Как у всех людей есть. На «о» начинается, на «тпуск» заканчивается. «Туск», ибо невозможно выговорить. Десятидневный, и я опять взмолилась по своим директорам, говорю, ребят, ну нет, десяти дней очень мало, вы свободите, пожалуйста, мне хотят... Ну, чуть-чуть побольше. Уже лучше звучит. Одиннадцать плюс два часа. Ну, в общем, я впервые в жизни повлечена в Мальдивы, ребят, ни разу не была. А можно нас в багаж сдать? Да. Я вас даже вот так понесу, хотите? Хотим. Отлично. Нам как раз не хватает парчетов. Когда вы выезжаете? Сейчас. Скоро-скоро? Все, все, отлично. Скоро вы нас увидите. Интервью спим. Доснять. Доснять. Так, Мальдивы, круто. А первый раз? Были когда-нибудь? Нет, я не была. Тоже ни разу. Тоже ни разу. И меня дичайшим образом останавливают две вещи. Ну, во-первых, одному, мне кажется, там нечего делать. Конечно. Я очень долгое время была одинокой барышней. А во-вторых, вот этот дичайший перелет, это, конечно, мне кажется, убийство для нас, для артистов, которые постоянно летают. Ох, готовлюсь. Это уже как наработанное. Ну, перелет, ну, перелет, перелет, перелет. Нет, нет, нет. Ну, если бы нам было 20, мы бы так и говорили, ах, подумаешь. Нет, нет, ты уже понимаешь, что там, если раньше отеки, это были какие-то бабушкины сказки, теперь ты уже такой, блин, ну да. Сейчас даже летать не надо, а отеки уже существуют. Можно уже даже не летать. Как мне нравится, что в какой-то момент у нас всегда передача становится про здоровье. Ну, блин, ну, люди же смотрят и хотят что-нибудь полезное. Почему-то. Пожалуйста, от отеков предлагаю перейти сначала к музыке, а потом вернуться. Да. Дорогие друзья, это каждое утро на канале Муз-ТВ. Юлия Плаксина и Андрей Джалиев у руля вашего шикарного настроения сегодня, между прочим, 14 марта, четверг. Замечательный день для того, чтобы зарядиться, подзарядиться к пятнице. Вот так вот, да, ты на светофоре? На светофоре. А, все, ты прям припроковался. Я приехал. Молодец, ты мой зла. Дверь закрой. Ты ехал с открытой дверью все это время? Ну, бывает такое. Ой, боже, боже. Это как у нас в клипе. Вы смотрели вообще последнюю нашу работу? Оксана Бачеба у нас, гостя. Я такая внедривая. Это самое важное, что я хотела сказать. Извини, не слышал. Вот так? А вот так не работает, да? Сломалось. Понятненько. А может быть сюрприз? Можно. А у вас есть? Ты приготовила сюрприз нам? У вас есть? Да, сюрприз невесты. Давайте сначала вы. Тынс, тын, 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 тын. Нет, на самом деле у нас есть для тебя сюрприз. Да. Вообще, на самом деле, что эта штука существует, ты догадывалась. Но есть вероятность, что ты ее еще ни разу не видела. Вообще в жизни никогда? Что-то подобное видела. О чем, говорит, я вообще? Тогда не сильно шею. Интересно. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. От них можно все что угодно ожидать. Откуда у вас это? У меня нет такого. Мы знаем. Это и есть сюрприз. Кто вам это вообще отдал? Это надо вот так. Директор мой? Вот так надо. Это то, о чем я думаю? Или это буклет с фотографиями? Или это наш винил? Можно я одна еще раз, пожалуйста? Давай. Что за сюрприз? Аллилуйя. Вот так. Боги. Неужели это, мне кажется, это тот самый обещанный винил, который мы очень долго ждем? Ну, мы старались. Нет, это фотография. Так, а что внутри? Да, я не ошибаюсь? Да, да. Я серьезно. Мы очень старались. Мы целую ночь это пилили. А он еще из двух сторон. Прочти и спой какой-нибудь припевчик из того, что там написано. Вот прям быстренько. Первая песня, которая попала на глаза. Да ну мне все, тут все хочется спеть. Ну кусочек такой. Ну давай ты выбри, я не умею так. Давай. Я не могу. Сейчас, короче, я не буду. О! Что там? Стай птиц. О, это супер вещь. Очень часто, если вдруг я ее не пою, мне люди пишут прям со слезами, кто-то с гневными словами. Я только ради этой песни пришел. Разные поклонники. И добрые, и не очень. Но такие активные. Главное, активные, как вы. Конечно. Мы очень активные поклонники. Кайф, кайф, кайф. Раз, два, три. Стай птиц из вырванных страниц смотрят вдаль. Блин, у меня почему-то смешно. Смотрят вдаль. В общем, скромно, но утренний, не проснувшийся вокал. Классно. Давай так, ты знала, что эта пластинка будет. Да, я знала. Но ты не знала, когда и как она будет выглядеть. Это все для тебя новое. Да, да, абсолютно верно. Мой супер диск. Громный, такой кайф. Пока Оксана будет любоваться своими пластинками, мы посмотрим, как стилист Алена Трифонова расскажет про красоту. Посмотрите на нас. Ну, красивые же ребята. На меня, на меня чуть-чуть посмотрите тоже. Нет, смотрите на нее и чуть-чуть на нас. Ну и на Алену. Спасибо тебе. Да, Аленочка, вещай. Юлия Плаксина и Андрей Джилиев. Доброе каждое утро вам, дорогие зрители. А разделяет сегодня это восхитительное классное утро Оксана Пачепа Акула на студии. Мы так рады, мы так рады. Ты рад? Я очень рад. Все, молодец. А, я извините, забыл показать это лицом. Ты рад, ты рад? Вот так вот. Извините, я так радуюсь, больше не буду. Мы просто учили танец. На самом деле, хотелось бы поговорить про конец марта. Знаешь ли ты, что там будет? Кое-что-то будет. Я догадалась, о чем речь. О чем? Настенька Негода, Муз-ТВ, обожаю этот канал, потому что он влияет, оказывается, на мою жизнь прям непосредственно. Мы познакомились какое-то время назад, и я вам скажу, что не безрезультатно. У нас действительно скоро, а уже мы теперь понимаем, когда выходит новая. Офигеть, какая хитовая вещь. А 8 марта мы, кстати говоря, ее пели на Муз-ТВ, вообще все проспали опять. Мы ведем. Со своими эфирами, вот, да? Мы работаем. Трудяги мы. Вот. И если кто-то не был или не видел, пожалуйста, ее оба алкога. Мне кажется, она сейчас появится здесь. Да? Это ваши сюрпризы. Сто процентов. Я не знаю, это так неожиданно. Ну-ка давайте все вместе позовем Настеньку. Настенька. 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 Нигана. Настенька. Доброе утро, ничего себе. Как ты здесь оказалась? Слушайте, у меня вопрос. Можно сразу, пока мы целуемся, лобозавись, как обычно? Я тебе не испачкала. Настя уже заглянула. У меня вопрос. Вот между вами нет конкуренции? Вы ведущие, ну, ведущие супер самого основного канала. Ну, а между девочками. Братство тоже, сестринство, братство, кольца. Все. Если будут обижать, говорим. Не-не-не. Я у них была, я их так люблю, и я поэтому специально пришла. Понимаешь, я решила, что нужно с каждым артистом записывать песни, чтобы к ним приходить просто. Чаще. Чаще. Я просто вот первый артист, который пришел к нам второй. Раз. Да. Куда? Здравствуйте. Да. Это приятно. Расскажите, как произошло знакомство. Мы знаем, где, но хотелось бы знать подробности, как. Нет, на самом деле, Оксана легенда. Но вы же тоже прониклись. Это до мурашек. Каждая песня, когда Оксана пела вживую. Я пытаюсь не плакать. Это песни нашей молодости, нашей юности, когда первая любовь. Вот это вот все. И невозможно же в Оксану не влюбиться просто. Там было много артистов, я точно помню, и новичков, и топчиков, и всех-всех-всех. Но на следующий день мне сказали, может быть, врали, вот сейчас, честно, так, что на следующий день обсуждали только мое выступление, только меня. Я такая, ау, асма. Классно. Мне кажется, на любом концерте, когда выходит Оксана, кислотный диджей, эй, давай-давай, веселей, потом выходят другие артисты, типа, ну и что? Ну и все. А давайте все вместе. Мы все вместе. Кислотный диджей, эй, кислотный мюзик, эй, кислотный пипу, эй, давай-давай, веселей. Эй, почему я одна пою, девочки, что происходит? Эй, давай-давай, веселей. Тебе можно? Я поэкономлюсь. Да, да. Ну, с утра. Мы, кстати говоря, сейчас отправимся в студию на минуточку, у нас уже куча работы. Прямо сейчас? Да. Не то, что у вас. Ну вот, 6 утра. У нас просто развлекаловка одна. Слушай, ну, Настюш, ты стала инициатором. Конечно. Я, на самом деле, боялась подойти к легенде, прикоснуться просто к Оксане. Я думаю, ну, когда, если не сейчас? Да. И подошла, и Оксана, а давай. Ох, ты, вот это да. Так можно было, так можно было. Первое, что я отметила, какая-то невероятно красивая. Барби прям, куколка такая. Я прям, говорю, господи, какая ты красивая. А сама думаю, ну, наверное, поет себе, ну, так. Так тебе, типа, да. Я так подумала, но было бы. И вот это, кстати, прям интригой, знаешь, какой-то послужило. И говорю, давай-давай, говорю, ну-ка посмотрим на тебя. А это я не знала. К чему это придется, да? Вот такие вот подробности эксклюзивные. Хорошо, а как дальше проходила работа? Ведь я знаю, что и Димиксер к вам в какой-то момент присоединился. Да, который тоже у нас был. Смотри, как наша передача. Да, кстати, Димиксер, главное, он не выйдет. Итак. А получилось так. Соответственно, мы задружились. Так. И уже пошел процесс нашей подготовки. Но параллельно мы снимали клип на песню, которая называется «На такси». И мы работали с Димиксером. И мы мелко, я ее мелко называю, хотя она, как бы, ну, величина уже, кстати говоря, не маленькая. Мы ее позвали тоже на съемку клипа. И она, кстати, ее в клипе тоже можно увидеть. С табличкой. У меня секси-шпекси такая. Я видела, я видела все детали съемки. И в этот момент рядышком оказывается Димиксер, который такой, ой, правда, что вы там, что-то новенькое? Я говорю, слушай, Дим, а ты нам, походу, очень сильно нужен. И теперь он прикладывает руку тоже к этому гениальному произведению. Класс. Он сделал нам аранжировку очень крутую и мощную. Вот песня убойная. Ну, давайте, девочки, уже заинтриговали всех. Звучите, зазвучите. Ты не отлепишься от этой песни. Ты точно, Андрей, не знаю, как ты... Я люблю прилепливаться к песням. Это же хип-хоп. Димиксер же делал. У нас нет читки. Нам нужна читка. О, это легко. Так, делаешь? Мы накинем, а ты... Делать я не буду. Ну, давайте, вы начинаете, мы накинем, а ты оп-оп-рэпчик. А я оп-оп-рэпчик. Все, мы договорились. Сочиняй на ходу. Фристайлер. Три-четыре-пять. Три-четыре-пять. На улице дождь, ты не придешь. И как она не знала, что твоя любовь ложь. Она не уйдет, а ты не вернешь. Если сердца нет, его не разобьешь. На ее улице дождь, ты не придешь. Она уже знает, что твоя любовь ложь. А где-то число равно, что ты нальешь. Если сердца нет, ты его не разобьешь. И поехал. Если сердца нет, ты его не разобьешь. Что такое? Не знаю. Ядрена, вошь. Не, рэп не мое. Молодец. Ребят, надо брать. Блин, надо брать. Я уже даже где-то промолчила. Подождите, у меня микрофон. Мы на гастроли вместе. Пам. Дроп за майк. Молодец, молодец, молодец. Девочки, вы тоже хорошо. Молодец. Спасибо. Я не очень довольна. Вот ее точно берем. С ним еще надо. А я даже не пела. А нет, я чуть-чуть построила там. Я слышала. Чуть-чуть. Я слышала вой. Да, женская дружба существует. No. Кстати, вы верите в женскую дружбу? Да. Нет, это сотрудничество. Да, конечно, обязательно. А дружба? У меня есть одна подруга прямо со школы. И она ходит на мои концерты. Это единственная моя подруга. Почтает все мои концерты. То есть не грамма зависти какой-то там женской. Знаете, она наоборот прям. Настя, молодец, давай, покори их там всех. Я вам скажу, что мы были. Я в ее родном городе. И мне только ленивый не подошел и не сказал. Правда? Это твоя подружка? Правда? Привет, Ульяна. Что-то делаете вместе? Класс. Ее там так любят, просто на руках носят. Слушайте, вы сказали про съемки еще где вот такси было. На такси? Вот это, что за песня. Давайте. Ой, она суперкрутая. Озвучьте. Демиксер, мы тебе привет передаем. Привет. Привет. И я даже прям с удовольствием скажу, что давай спрям кусочек. Давай. Она точно не отвяжется. Вы сегодня будете прям ехать и петь. Она молодежная, очень такая скандальник. Да, ну уже, видимо, да. Уже на такси. Мне кажется, что скоро встанет прямо в эфир и выстроит. Погнали. Давай. Поможешь? Давай. 3.15. Я уеду на такси, пьяная, а он даже не спросил, куда я. Сообщение и звонков, не надо мне, пусть теперь его полюбит другая. А я уезжаю на такси, пьяная, а он даже не спросил. Туда, да. Поехали. Извините. Сообщение и звонков, не надо мне, пусть тебя теперь полюбит другая. А я уезжаю на такси. Такси. Да, мы это сделали. Все, берем. Берем. Все. Слава богу. Уговорил. Хоть поеду. Мы не должны ехать на такси, это петь. Слушайте, мне так вот это вот нравится, на самом деле, обстановочка такая, какая-то клевая, юморная. И дальше, дорогие друзья, стоит послушать хорошую, добрую музыку. Вы все прекрасно поймете. Внимание. Дорогие друзья, это каждое утро на канале Муз-ТВ и его обаятельные, обязательные ведущие. Обязательные? Да. Андрей Джалиев и Юля Плаксина. А в гостях у нас сегодня классная, великолепная, талантливая, разносторонняя, красивая, а какие глаза обвыражительные, Оксана Почепа. А Настюшка Негода забежала к нам на фиток. На огонечек. На поржать. На поржать, на огонек, для того, чтобы спеть пару-троечку новых песен совместных с диф... Это я же уже экономлю связки, а у нее... Пусть работает. Молодая, пусть работает. Я поэтому пришла на бэке просто. Я бэк-вокал. Не знаю, не знаю. В новом треке я у нее на бэках. Короче, послушайте, все поймете. Слушай, а в какой момент ты решила от акулы отойти к своему основному имени? Почему пришло такое решение? И почему вообще тогда акула была? Как вот это образовалось? Мне было 14 лет, даже еще помладше, когда началась моя карьера. Это был юг России. Вы тоже уже под стол ходили, но уже... Я ходила на ногах уже. В общем, юг России уже знал меня. Я была маленькая, и псевдоним звучал как малолетка. Неплохо для 90-х. Ну, конечно, такой скандальчик, чтобы что-то резонировало, а не просто как всегда. А не просто пела. Вот, и на тот момент мы были только на юг России известны, интернета же не было, все из рук в руки, кассеты, еще дисков даже не существовало, телефонов мобильных не было, педжеры вот только-только появились. Кассеты и мини-диски были тогда? Какие мини-диски? Вот такие, которые прям... Потом, это уже мы на гастроли поехали, появились потом уже мини-диски. Мы с дисков работали. Это уже аж потом. И мы были еще молодыми, там, известными на определенный кусок, да, нашей страны. А такие артисты, как «Отпитый мошенник», «Иванушки», «Руки вверх», они уже были прям единицами, прям такими, уже плакаты девчонки там вешали, все, и не только девочки. И они приезжали к нам с большими концертами, а мы выступали у них на разогреве. А, класс. Я удивлена была, потому что сейчас, удивляясь большим артистам, мы не всегда успеваем, мы даже не всегда на саундчек успеваем приехать. Естественно, мы не всегда можем видеть тех, кто выступает до нас, даже большие звезды. Ну, это сложно. А на тот момент я была дико удивлена, потому что каждый из них, на момент моего выступления перед ними, каждый их сольник, мы выступали перед ними, но мы уже были известны, но еще не так масштаб. И они, каждая из ребят, для меня, ну я маленькая, представляете, для меня это прям... Да-а-а! Они выходили, смотрели на нашу работу, говорят, что вы вообще здесь сидите в Ростове, когда вы уже давным-давно должны идти на Большой. Но я пытаюсь очень быстро по этому взахлеб. А мне нужно было окончить музыкальную школу, общеобразовательную школу, но ребенок. И Жуков Сережа говорит, давайте, я вас жду. Ну, короче. Ладно, мы, конечно, это все... Но мы уже гастролировали, мы не прекращали. В какой-то момент, ну, пытаясь все так сверстать, в какой-то момент мы все-таки созвонились, пинала я Андрею, у вас как? Говорит, ты что не понимаешь, давай. А я какая-то, наверное, была очень смелая, ну, может быть, это юношеский максимализм. Он такой, о-о-о, он такой немножко застенчивый, немножко такой робкий. И я такая, Андрей, вы теряете время! В общем, это если в двух словах. Проявлялась чуйка у тебя просто. В общем, мы отправились к Сереже, мы подписали контракт пятилетний, я отработала шесть с половиной или семь. В итоге Сережа сделал мне предложение переподписать еще на всю оставшуюся жизнь. Я сказала, Серега, нет, спасибо. Очень удобный контракт. А где дата до? Да подписывай, там все нормально. Ну, в то время же все так и было. Это же такое время, когда еще все... И мы же были мелкими, молодыми. И Жуков не всегда был такой взрослый папа. Он же тоже там начинал, как бы, и в общем. И, собственно говоря, вот так и вышло. И когда стало понятно, что имя малолетка, ну, как бы уже не актуально, нужно было переназваться и записать такие же хитовые, но только уже на всю страну, будучи известными треки. И все просто. Мы взяли листки бумаги. Каждому было разумно, как у вас сейчас, вот такие маленькие брошюрки. Мы разошлись в разные стороны. Каждый писал свои версии, варианты, названия. И Леша Потехин, клавишная группа «Руки вверх». Он такой, акула, там, что-то он там, какие-то бикини, там, что-то трусы. Очень при все. Поющие трусы. А я маленькая, да, да. Я такой, что вообще сейчас ничего происходит? И он такой, акула. И Жуков такой на меня смотрит и говорит, Леша, ну ты что, какая акула? Он вообще пушистый котик. Он такой, вообще самая добрая. Какого, какая акула такая? Развернулся такой. Так, подожди. Она из Ростова. Она же дерзкая. Юношеская. Подожди, говорит. Отлично. Акула шоу-бизнеса. Я такая, все, беру на себя. Класс. И вот так мы и начали, собственно. Так, про акулу поговорили. Следующий этап карьеры. Да. Мы возвращаемся к своему собственному имени. Как это произошло? Пришла пора, закончился контракт. Сережа делает предложение на продление. А я реально понимаю, что, ну, во-первых, я реально смертельно просто устала. И я поняла, что мне просто нужен какой-то промежуток выдохнуть вообще. Просто как белый человек, лечь в постельку, вообще поспать. Такое разве бывает? Думала. Я, ну, в общем, да, я немножечко взяла себе паузу, потому что, ну, ты же не робот. Ну, собственно говоря, так и вышло, что я чуточку отдохнула, наладила питание, похудела. В общем, пришла в себя и с новой силой все заново. Но на этот момент имени Акула у меня не было. Ну, то есть она мне не принадлежала. Я была уверена, что Сережа сейчас возьмет одну, две, три, это же модно, там, пять. С одной что-то случилось, а мы взяли... Какая разница, следующую поставила. Да, я была уверена, что он дальше будет заниматься Акулой, а оказывается, без меня это невозможно. И, в общем говоря, я поняла, что... А еще же вы понимаете, что раньше были такие сложности, когда люди, артисты уходили от продюсеров, все там что-то ссорились вечно. В общем, проходит время. У меня уже звучит песня «Утро без тебя» на всех радиостанциях. Не буду называть, наверное, нельзя. И под именем Оксана Пачепа я не стала придумывать никаких псевдонимов, потому что поняла, что в любой момент кто-то может что-то забрать, по бумагам украсть или еще каким-то образом. Все на опыте. Ну, конечно. Оксана Пачепа, это мое имя официальное. Вот я родилась ею. Ну, кто у меня это заберет? Никто. И вот так вышло, что Оксана Пачепа под песней «Утро без тебя» уже стала быть известной и популярной. И тут Сережа Жуков говорит, ну я же тебе уже несколько раз говорил, пиши акула на афишах. Я говорю, Сережа, он такой, держи, это тебе. И просто отдал мне имя. Благородный человек. И просто отдал мне. Человеческий большой душой. Я думаю, что не только мы, а все зрители сейчас улыбнулись. И чтобы раскачать эту улыбку дальше, улыбнись на Муз-ТВ. С вами каждое утро на вашем любимом музыкальном телеканале Муз-ТВ. Юля Плаксина и Андрей Джалиев любезно делятся с вами улыбками сегодня, хорошей музыкой и классными гостями. Сегодня у нас Оксана Пачепа в гостях. Ну и, конечно же, Настенька Негода тоже заглянула к нам на чаечек. Как Оксана говорит, моя малая. Малая. На апельсинчик. Я с малой пришла. Мы сейчас будем играть. Ну что, девчоночки, пора выбирать, правда или действие. Ну ты вот так хотя бы несколько раз замешай, чтобы нам не было. А там вообще совершенно... Непонятно, что вообще, да? Все равно выбирай, что говоришь. Правда. Выбирай одну там бумаженцию. Там бумажечка, надо выбрать. А Настя. А я потом. Она заберет действие. Хм, а я заберу деньги. Так, ладно. Одну надо. Приз, приз, бери приз. Одну, одно. А не читай только. Вот так, а вот теперь читай. Я там какое-то слово увидела, а взяла, которое, чтобы не видела. Вот теперь читай. Какая самая забавная ситуация произошла у тебя, связанная с твоими фанатами? О! О! Историю про платину мы знаем. Да. Слушайте, ну из последнего моряк дальнего плавания начал звонить моему директору. И почему очень долго, упорно, не один год. Ого! И говорить о том, что я, короче, вернулся. Я вернусь, наверное, вот так он должен был говорить. Дайте мне... Он упорно просит мой номер телефона. Дима Архангельский говорит, извините. Это невозможно. Не сегодня. Да. Но если бы он говорил не сегодня, то было бы логично, что он продолжает звонить. В общем. И он, в общем, в очередной раз звонит и говорит, все, я вернулся. Короче, так, если ты не дашь номер телефона. Ну и, в общем, такой кач. Димочка мой, выходя из спортзала, говорит, да легко, говорит. Адрес тебе такой-то. Давай, приезжай. Дима такой, блин, ждет его, ждет. А никто не приехал. И вот надо спросить, звонить он или нет. Но в последнее время активился другой человек. Что-то не страшно. Конечно же, фанат, который пишет просто, не останавливаясь. И я ни разу ему не отвечала никогда. Во все лички, во все, все везде. И он, я же твой избранник. Ну как же ты не понимаешь, я? Избранник. Да. И сейчас на один из концертов он обязался быть и сказал моему директору. Ты передай, значит, после концерта она едет со мной. Ребята, пацаны, мужики, так не надо делать. Мой директор отвечает. Молодой человек, нам, конечно, приятно ваше внимание. Мы все рады и счастливы, безумно. Но либо вы как-то там в фан-клуб вступаете. Ну, чтобы вам, если вам скучно, ну, давайте как-то... Квартиру хотя бы подарите для начала. Хотя бы одну и хоть кому-нибудь. Ну, то есть, Оксана в отношениях. Вы, ну, должны понимать, что такие заявления, они, ну, как бы, неуместны. На что тот парень отвечает. Ты какой-то очень злой вообще. Конечно, понимаешь, что ты строгий директор. Но Оксана сама решит, с кем она поедет после этого концерта. Понятно? Немножко так даже аж стыдно стало. Как бы вот такое. А ты видела его страницу в социальных сетях вообще, кто этот человек, чем он занимается? Вообще, да. Хуя с кто? Имени надо. Это Андрей. Ой. Это я. И просто снял маску. Поэтому... На самом деле я Виктор. Детально спрашиваю. Смотри-ка. Да, да. Вы купила ли ты его? Да, да, да. Мою фейк-страницу. Слушай, ну, это страшно. Ну, такой обычный парень. Какие-то там песни он даже, наверное, все-таки, ну, если это называется, поет. Какие-то женщины пышногрудые там тоже с ним в... Ну, как-то вот он такой вот разносторонний молодой человек. Странненький. Здесь ты. Приседания? Наконец-то. Ты хочешь поприседать? Положайся. Убала-джал-жал. О, ну, наконец-то. Ну, давай. Мы сейчас все... Приседания. Макарену. Надо все вместе. Давайте. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Можно я буду мужчина? Ты первая. Аниматься надо? Ну, ну, так же. Давай, грубо. Давай, давай. Я хочу, чтобы вы зафиксировали. А почему? Меня захватила акула. А я первая же. А ты поешь. Давай. А я тогда вот так еще сделаю. А мы... Одну секунду. А мы не путаем? А макарену не так? А это... А. А! А, да, это было! Это была ламбада! Садись, два! А, это было вот это, та-та-та-та-та-та-та! Сейчас можно делать фиты, понимаешь? Мы делали фиты. Да, мы просто... Мне кажется, шикарно. Мы сегодня были демиксерами. Мне кажется, очень-очень-очень хорошо. Ну, почти. Ну, нормально. Ну, а на самом деле, девочки справились. Сто процентов. Было и весело. Да вы тоже справились, классно. И очень интересная такая... А приз сейчас будет? Пугающаяся. Приз — это информация. 10 самых в воскресенье в 15.00 на Муз-ТВ. Обязательно посмотрите. Ваш приз разделил вместе с нашими телезрителями. Ну, а прямо сейчас время музыки. Немножечко. А потом снова к нам. Ну, добрейшее утречко. Это снова мы. Это снова ваши любимчики Юлия Плаксина и Андрей Джалиев. Мы, как всегда, на своих рабочих, музыкальных, интересных, таких вот классных местах. Кстати, дальше будет у нас разговор на ту тему, в которой я не разбираюсь. Поэтому я немножечко посплю, а девчонки обсудят бьюти-индустрию. Что по красоте утренней? Вот, например, утренние какие-то процедуры есть? А-а-а. Вообще? А-а-а-а. Ничего? А вечерние? А-а-а-а-а. Гастрольные? А-а-а-а. Соль и сода, если вдруг мы не улетаем сразу. У меня ребятки делают ванночку, такую ванночку. А, ванночку. Вот отсюда. Да, вот, собственно говоря, да. Ну и типа, там, энергия плохая после концерта, если вдруг кто-то заискивает. Серьезно? У меня даже бывало такое, что после концертов, вот с этой, с энергией, когда высадка, температура, пам, здравствуйте. Знабит ночью, вот так уснуть не можешь. Я на это уже не обращаю внимание. Так, а, например, по образам, вот на сцену, вы сами подбираете образы? У нас есть прекрасный стилист Муз ТВ, Алена, мы говорили про нее сегодня. Это, например, сегодня. Это супер-супер, девочка. У меня есть еще Машенька, которая отшивает мне яркие костюмы, и вот мы с Настей были 8-го числа в ее принте. Маня. Я тоже уже теперь с Машей, и мы сшили вместе из одной ткани образ себе. Маша невероятная, я вас познакомлю. Мне тоже девочка классный образ зашьет. Класс, вообще. А что еще хотела спросить? Слушай, ну на самом деле, вообще, у меня все понятно. Не смотри, я вообще не знаю, что спрашивать. Полезное знакомство. Я могу сказать, патчи нужно кладь в холодильник, чтобы они были холодные. Слушай, мне вообще эти патчи вот прям не подходят, я не знаю. Я что-то тоже не понимаю. Ну холодные вот так вот, и немножечко вроде как разравнивается все. Да? В холодильник именно надо, холодные. Кажется, она придумывает. Сколько ты их держишь на глаза? Нет, серьезно. Я вот с детства бабуля учила лед. Полчаса? Ну типа я хожу, кашу варю, там они такие... Нет, нельзя полчаса держать. Максимум 10 минут. Поэтому я так плохо выгляжу, господи, я патчи передержала. Пойдем. А например, понятно, что на сцену это мейк, это вот такие слои гигантские. Обижайте на ресницы. Ресницы. Ресницы, липс. Ресницы, липс. Масло на ноги. В повседневной жизни краситесь? Нет. Я нет. Я просто в школу хожу, знаете, вот так вот, чтобы меня никто не узнал, потому что утром я просто похожа на... Не похожа. Я не верю. Это все ложь. Ложь. Просто в актерше в школе, она знает, что я там веду концертные действия. Она, Настя, это ты? Я говорю, это я. Просто я без макияжа. Ой, ну слушай, это я весливая тетка, они вообще не разговаривают с ней. Я же говорю, не могу калфботе прийти с утра. Я тебе запрещаю с ней разговаривать. Она ушла из школы. Потому что я ее видела, когда она пришла без мейка. Просто ангел. Серьезно? Господи. Просто ангел. Ну... Это правда. Спасибо. Это правда. Ангелы собрались. Да. Это правда. Ой, девочки, вы все ангелы. Знаете? Мне все нравятся. Это, знаете, помните, такой анекдот? Ну, был, когда у маленькой девочки и у ребеночка спрашивают, а на кого ты хотела бы быть похожей? На папу или на маму? Ну, дети их же не... На папу. А почему? А папа проснулся и сразу красивый. Есть такое. Вот мы как папа. Мы как папа. Мы сразу красивые. Я, кстати говоря, впервые в жизни девочки, мальчики, впервые в жизни, уже два раза в жизни своей вышла на сцену без мейка. Прям на сцену. Да? Прям без мейка. Да. И как? Кайф. Блин, это просто мечта. И еще у меня мечта выйти в спортивках, в тренингах или лучше в пижаме. Я так делала. А я не понимаю, почему? Ну, почему? Себе это не разрешают. Не могу. Ну, не знаю. Это было, девочки, очень интересно. А сейчас Даяна и Бьюти на Муз ТВ. Да. Лучше профессионал скажет, как вот надо, как правильно. Не наговорилась, да? Угу. СМЕХ В эфире канала Муз ТВ каждое утро. И сейчас очень быстро, очень четко и очень красиво и бездумно будет отвечать на вопросы на наш блиц Оксана Пачепа. А задавать эти вопросы будет Анна Ижелеев. А я Юля Плакшина. Все просто. Ну, так просто? Да. А я на Снегоне хэ-хэй. Ой, точно, ничего себе. Привет. А мы-то малая-малая. Малая-малая. А они просто красивые. Короче, сейчас блиц. Серьезные и не очень серьезные вопросы. Хорошо. Готовы? Погнали. Давай. Какие три слова описывают твой стиль? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Три слова. Я думал, ты мне. Ладно. Идем дальше. А какое качество ты больше всего ценишь в людях? Нежадность, открытость, доброту. Это в хэштегах одно качество. Я понял. Одним словом. А что для тебя было большим творческим вызовом? Ай. Что это за вопрос такой? Большим творческим вызовом? Что он придумал? Я даже не знаю. Ну, например. Мне какие-то варианты. Можешь рассказывать про стадион какой-то крутой, где там какая-то была такая. Футбольная игра. Я вышла, забила. Футбольная игра. И там какой-то матч. Она была с ней. Что-то такое. Да у меня постоянно эти вызовы. Я даже не могу что-то, какое-то там что-то конкретно отметить. Постоянно. Ну, конечно. Я же еще, я же не тот, я не певица, которая вышла такая, походила такая, спела красиво и ушла. Нет, у меня такое вообще. Да, там вообще весело. Конечно. Поэтому у меня каждый концерт. Ой, у вас одинаковые стили. Там ты тысяч, ты тысяч. У меня все. В одном стиле работаете. В каждом концерте у меня какие-то, какие-то интересные и даже взрывные и даже не очень такие вот ситуации происходят. Да, да, поэтому. Тогда следующий вопрос. Какой жанр музыки самый любимый? Все, конечно, наше все. Все. Яркий и кричащий образ на выступлении или мягкий и спокойный? Вы абсолютно по-разному. Вообще нет никаких критериев. Трек, который поднимает настроение. На ее улице дождь, ты не придешь. И как она не знала, что твоя любовь ложь. Продолжи фразу. Музыка это? Жизнь. Класс. А что ты ценишь в своей профессии? Все. Молодец. Спасибо. А если бы не музыка, чем бы ты занималась? Очень хороший вопрос. Слышу его часто. Какое-то время назад, до пандемии, я была уверена, что это волосы. Я с детства, меня аж трясет. Я не знала, что я люблю готовить. Если я в гастрольных каких-то графиках не успеваю это делать, меня тоже начинает прямо лихорадить. Я очень люблю. Оказывается. Оказывается, после ремонта, который сделал он самостоятельно в одни руки. Мама. Я, оказывается, тоже открыла эти все способности. И я могу сутками взахлеб вообще. Мне будут закрываться глаза. Я буду ставить вот так. Что-то стараться. И вот так взахлеб изучать. Если бы на это было время, я бы прям с удовольствием огромным уделила. И уверена, что прям хороших высот. Уверена. Тогда последний вопрос. И, наверное, я бы стала шикарной мамой. И в этом я тоже не сомневаюсь. Мы верим. Ауч. А какое самое большое достижение в карьере на данный момент для тебя? Никогда не ставлю никаких горизонтов, никаких очертаний черт. И вообще, мне кажется, мечтать нужно о сбыточном. Или избыточном. Или избыточном. Не весьма. Молодец. Молодец. Спасибо. Спасибо большое. Ты тоже молодец. Справилась. Справилась. Конечно же. Ребят, мы вернемся буквально через пару минут. Ну что, дорогие. Это было каждое утро на канале Муз ТВ. Великолепная Оксана Пачепа. Непревзойденная Настя Негода. Крутейший Андрей Джилиф. И Юля Платина. Всем пока, ребят. Это было каждое утро. А что дальше? Дальше про новости. Обязательно оставайтесь на Муз ТВ. А мы увидимся совсем скоро. Вот такое классное, доброе каждое утро сегодня было.